Новое топливо пробивает себе дорогу. Жители удаленных от газопроводов сел получили альтернативу дровяному отоплению. Предприятие Мегапродукс в деревне Угоднево наладило производство пеллет, гранул для отопления помещений. Используемые для их сжигания печи нового поколения не требуют постоянного контроля. Процесс горения автоматизирован, а при сжигании гранул почти не выделяется углекислый газ. 15-килограммовый пакет древесных гранул стоит порядка 120 рублей и заменяет 45 килограммов дров. Сырьем для отопливных гранул служат неликвидные древесины, отходы санитарных рубок. Казалось бы, продукт востребован, однако трудности у компании возникли при выходе на оптовый рынок. За место на полках крупные ритейлеры требуют уплаты бонусов. Надежду пережить кризис компаниям дает государственная программа Московской области энергоэффективность и развитие энергетики. Инновационные предприятия, на строительство и монтаж которого ушло чуть более года, в ходе выездного совещания посмотрели глава района Надежда Суровцева и депутата районного совета депутатов. Важно упомянуть программу, которая сейчас реализуется в Московской области, это обеспечение теплоснабжения в каждый дом в Московской области. Она должна быть закончена в 2022 году, но опять же, учитывая тот самый пресловутый кризис, финансирование сейчас крайне затруднено. И если сравнивать, например, наше топливо, биотопливо с обычным газом, магистральным газом, нас можно ввести в эксплуатацию в течение одного дня. Депутаты заехали в деревню Богослова. В позапрошлом году на базе растеневодческой компании «Синтавия» здесь построили мини-животноводческий комплекс по разведению быков, ангаром зимнего хранения оборудования и новозахранилищем. В марте сюда приехали первые 26 голов породистых бычков. Хозяйство располагает собственными растительными кормами. Опыт в растеневодстве позволяет собирать в богословии по несколько урожаев за год. Еще несколько месяцев назад здесь было голое поле, а сегодня выросло крестьянское сельминское хозяйство малини. Вот такие замечательные бычки гельфордской породы выращивают здесь на мясо. Вот вес этого бычка составляет уже более 300 килограммов. Предприниматели намерены дальше расширять это производство. Уже есть первые покупатели. В условиях жесткой конкуренции на промплощадке в Хотове компания «Профлист» на современном оборудовании выпускает кровельные фасадные материалы. Максимум заказов приходится на строительный сезон, и к нему в компании приготовились заблаговременно, создав солидный запас сырья. Меня порадовало сегодняшнее предприятие тем, что запасы металла у них очень большие. При умелой организации работы можно с успехом реализовать свою продукцию. Очень важно, чтобы она была качественная, и чтобы те сроки, которые заявляются, были выдержаны. Депутаты и главы района выслушали проблемы предпринимателей и обсудили наиболее действенные пути их решения. В основном эта поддержка заключается в том, чтобы помогать предпринимателям входить в те или иные федеральные региональные программы поддержки малого, среднего и крупного бизнеса. Депутаты намерены рассмотреть варианты поддержки щелковских предпринимателей. Ответной реакцией станут круглые столы и обсуждения, рассчитанные в том числе на привлечение потребителя. А если потребуется, депутаты подумают и над преференциями, в частности, упрощающими процедуру подведения на промплощадку коммунальных ресурсов.